Красноярск Я бы так сказал, в значительной мере зависит. Во-первых, отчет оценочной комиссии будет представлен членом исполкома и от того, насколько он будет даже эмоциональным, ну и понятно содержательным, зависит мнение членов исполкома. Как известно, голосование, которое пройдет и определит, готов Красноярск принять универсиады 2019 года. Надеемся, что готов. По условиям, вот что должно произойти, чтобы Красноярск приняли? В качестве столицы универсиады. В составе исполкома 23 члена, которые имеют право голоса. Президент принял решение, так как он является членом оценочной комиссии, не голосовать. Соответственно, 22. Надо набрать 12, минимум 12 голосов, для того, чтобы получить право на проведение универсиады 2019 года. Многие говорят о том, что проверка была такая, знаете, это готовность Красноярска к проведению вот этих соревнований. Это верно или нет? Или что проверяла комиссия? Как мы знаем, сегодня у нас 2013 год. Вот я как раз об этом и хочу спросить. Потому что... Намеренно, несколько лет назад, Международная Федерация приняла решение минимум за 5 лет предоставлять право подготовки к организации игр городу и стране. Этот срок является оптимальным и для того, чтобы сформировать бюджет, и для того, чтобы провести необходимые реконструкции, либо строительство спортивных сооружений, и инфраструктуры города. Поэтому сейчас говорить об оценке готовности, конечно, не совсем корректно. И сама комиссия называется не инспекционная, не по оценке готовности, а оценочная. И эта оценка связана с определением соответствия того, что было заявлено, представлено страной, городом и краем в заявочной книге, что является официальным документом. Это та самая книга, которая в Бельгии была представлена? Да, которая 14 сентября была в штаб-квартире в Бельгии вручена руководству Международной Федерации. И содержание книги с гарантиями Федерации, соответственно, прежде всего, гарантии федеральными, правительства и гарантиями города, оно сейчас является, являлось, вернее, предметом оценки. Насколько те планы, которые заявлены, имеют под собой основания. И тех ресурсов, которые есть в крае и в стране. Поэтому не готовность к проведению, а готовность, скажем так, реализовать планы, заявленные в книге и в официальных документах. Можно уже сказать, насколько мы готовы реализовать эти планы? Вот с вашей стороны, вы уже посмотрели. С моей точки зрения, готовы. Есть несколько факторов, прежде всего, это, скажем так, и материальные, и нематериальные факторы. К материальным я отношу достаточно развитую спортивную инфраструктуру и богатый опыт проведения как международных, так и всероссийских соревнований, наличие профессиональных кадров, которые могут осуществить эту работу. И, наверное, нематериальным фактором является готовность горожан к проведению этой универсиады, готовность такого ключевого, наверное, звена, как Сибирский федеральный университет, принять в этом активное участие. Потому что для Международной федерации студенческого спорта очень важно, что в работу будут включены молодые люди, студенты, и будет понятно, что проект универсиады, он гарантирует определенную стабильность развития региона, привлечения инвестиций, не только спортивную инфраструктуру, но и всю социально-экономическую составляющую региона. И, кроме того, конечно, нам важно, что у этого проекта есть будущее, мы называем он наследием универсиады. Это, опять же, есть материальное и нематериальное. И, если обращаться к опыту Казани, видно, насколько этот фактор был позитивным и остается позитивным в развитии Республики Татарстан и всей страны в целом. Потому что проект объединяет в себе не только жителей края, я надеюсь, объединит, но и всей страны, потому что он очень положительно сказывается и на имидже Российской Федерации, о том, что это часть общенациональной, государственной, молодежной политики. Поэтому здесь мы видим, прежде всего, гарантии президента Российской Федерации, они представлены, гарантии правительства, подписанные председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведем, это тоже никогда ранее в истории не было. Ну и, соответственно, Извини, просто никогда не было ранее в истории. Я имею в виду, Первое, именно председатель правительства не подписывал гарантии, были представлены гарантии правительства, но, как правило, они подписывали ли бы вице-премьером. То есть здесь тоже определенное такое, может быть, психологическое, но, тем не менее, фактор имеет под собой основание. Тем более, что во время универсиады в Казани президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встречался с членами исполкома, присутствовал на церемонии открытия, таким образом подчеркнув особую значимость этого проекта. В прошлом году президент Международной Федерации приезжал в Красноярск на экономический форум и встречался с председателем правительства. Все это говорит о том, что этот проект не только, скажем так, краевого значения, но и, еще раз повторяю, национального масштаба, о чем неоднократно официально заявляли руководители. И самое главное, что, еще раз повторяю, здесь есть, помимо, скажем так, воли руководителей, есть реальная заинтересованность жителей, края молодежи. Я знаю, что ФИСО оценивает не только материальную составляющую, а именно одно из главных, один из главных критериев, это то, как сами жители города или региона относятся к проведению этого соревнования, этого состязания. Вот здесь вы уже, когда посмотрели, поездили, наверное, побеседовали с людьми. Какое отношение вы нашли? Что вы увидели? Я могу сказать, визит начался с посещения Сибирского федерального университета. Губернатор Красноярского края Леонидович Кузнецов вручал правительственные грамоты лучшим волонтерам. И мы сразу попали в такую атмосферу очень позитивную, энергетическую студенческого города и студенческого мира. Поэтому я уверен, что молодежь, она, как правило, выражает настроение большей части, скажем так, населения, наиболее прогрессивной или, может быть, наоборот, наиболее оппозиционно настроенной. Но здесь мы видим очень-очень сильное желание. И оно абсолютно его очень сложно сыграть, скажем так. Поэтому горящие глаза и желание ребят на протяжении следующих лет участвовать в этом проекте, быть активными партнерами. И действительно почувствовать гражданскую ответственность за этот проект, оно очень большое и позитивное влияние оказало на отношение руководителя Международной Федерации к этому проекту и к готовности Красноярска к его реализации. Универсиаты – это все-таки более спортивные состязания или все-таки это больше социальный такой проект, социально-экономический, я бы даже так сказал? Меня так подвинули к ответу. Причем, естественный этот ответ. Для Международной Федерации и для Российского студенческого спортивного союза, как партнера Международной Федерации, конечно, очень важно, чтобы этот проект не был только сконцентрирован на реализации каких-то спортивных составляющих. И, наверное, он этим отличается от многих других спортивных проектов. Но, тем не менее, в Казани-то мы обыграли всех. Ну, знаете, спортивный принцип никто не отменял, и стремление быть первым, наверное, это тоже одно из составляющих развития человека. Тем более, если молодой человек чувствует, опять же, гордость за свою страну, потому что на универсиаде студенты, являясь представителем университетов, но, тем не менее, они члены национальной команды. И когда они поднимаются на пьедестал, звучит гимн, да, и я не думаю, что более сильного эмоционального и такого воспитательного фактора можно где-то еще найти. Но при этом универсиада проходит и параллельно, или вместе с организацией очень широкой культурной программы, образовательной программы. Как правило, проводятся конференции в ФИСУ, международные культурные фестивали. То есть студенты общаются и в кампусе университетской деревни. Это дает возможность, скажем так, увидеть им весь мир, посмотреть открытыми глазами на то, что происходит вокруг. И, конечно, эффект от этого, повторяю, он значительно превышает их общение только на спортивных площадках. И именно поэтому, я думаю, руководство нашей страны уделяет проекту универсиады, как Казанскому, так и Красноярскому проекту, такое повышенное внимание. Потому что это дать возможность людям увидеть свое будущее, реализовать себя через этот проект, повторяю, это очень и очень сильный и социально-экономический, и воспитательный какой угодно фактор. Под слово «экономический», все-таки у универсиады есть какой-то потенциал впоследствии привести инвестиции в регион, скажем так, уже опустимся совсем на землю, да? Вне всякого сомнения, безусловно, есть и опыт проведения предыдущих универсиад, как в нашей стране, так и за рубежом. Об этом ярко свидетельствует, так как, во-первых, регион или город, прежде всего город, становится более известным для международного сообщества на протяжении лет подготовки к универсиаде. Как правило, проводится очень много так называемых тестовых мероприятий, не только спортивного характера, но и образовательного характера, и культурного направления. И, конечно, все это демонстрирует возможности региона, ресурсы. И, наверное, одна из задач, как неоднократно президент Международной Федерации заявлял, универсиады – это две недели. Но им предшествует пять с половиной лет подготовки, и потом, в зависимости от того, как этот проект реализован, еще многолетнее, десятилетнее наследие универсиады. И одна из задач организационного комитета заключается как раз в том, чтобы максимально эффективно использовать эти пять лет подготовки для того, чтобы привлечь внимание и международной, и российской общественности к городу, к краю. Олег Васильевич, вот с одной стороны, хочу задать такой вопрос. Вы входите в исполком ФИСУ, то есть вы должны быть очень объективным в своих оценках, в своей проверке, скажем так. С другой стороны, вы возглавляете Российский спортивный студенческий союз. То есть вы, скажем так, заинтересованы в том, чтобы универсиада прошла именно в России, именно в Красноярске. Как удается совместить вот эти два противоречия? Знаете, в случае с проектом Красноярск-2019 все достаточно просто. На сегодняшний день Красноярск единственный кандидат на проведение. И здесь речь идет не о выборе между, допустим, кандидатами, а об основании, насколько город, насколько страна готова к реализации этого проекта. И тот опыт, который имеется у Российского студенческого спортивного союза по участию в подготовке универсиады в Казани, по проведению многих чемпионатов мира, чемпионатов Европы, как раз положительно влияет на имидж этого проекта. Потому что до сегодняшнего дня и Российская Федерация, и Советский Союз в то время были очень надежными патронами иногда и партнерами международной федерации. И сейчас мы продолжаем эту политику. Поэтому у меня такой двойственности во взглядах нет. И, наверное, за это представители нашей страны всегда уважали, я надеюсь, будут уважать Международную федерацию студенческого спорта. Очень коротко, если можно. У Красноярска большие шансы? Высокие. Да, потому что мы боремся сейчас сами с собой, вот об этом мы все говорили. Но здесь важен очень хороший был старт, очень хорошо, я считаю, прошли дистанцию по демонстрации ресурсов и потенциала Красноярского края. Сейчас важно хорошо провести финиш. Для этого есть все основания. Повторяю, я надеюсь, что мы выйдем победителями в этом соревновании. Олег Васильевич, большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Удачи. Сегодня у нас в гостях был первый вице-президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцев.